А теперь к другой теме. В Твери завершился снос здания основного корпуса Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны. Напомним, что строение сильно пострадало во время пожара 21 апреля, и его восстановление признали нецелесообразным. Краеведы уже не сомневаются, что архитектурный облик набережной Афанасии Никитина понес значительную утрату. Сейчас из-за разросшихся деревьев это не так сильно было заметно, но если посмотреть на фотографии 50-х-60-х годов, то видно, что здание играло важную роль в панораме Заволжского района. Благодаря и солидным размерам, и стилю, в котором оно было выстроено, так называемому сталинскому ампиру. Пока Минобороны не раскрывают планов по поводу этой территории, но эксперты отмечают, что было бы неплохо в случае строительства нового здания возвести что-то в прежнем стиле. Историческая преемственность и попытка воссоздать такие формы, если архитекторам удастся, это было бы очень любезно с их стороны. Здание института было тактично вписано в линию набережной еще в советское время. Академики архитектуры СССР создавали там эту застройку. Оно было очень изящно, мило, своеобразно и прекрасным образчиком сталинской репрезентативной архитектуры. И, конечно, его утрата, да, она ранит сердце горожан. И теперь всех интересует, что будет дальше на месте этого здания, потому что по режимам охраны набережной строить здание выше того, что было нельзя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...